здравствуйте с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 1 июня международный день защиты детей или день защиты детей один из самых старых международных праздников ну понятно что дети это самое главное в жизни они всегда должны быть под нашей защитой также сегодня отмечается всемирный день родителей это очень молодой праздник провозглашён на заседание организации временных наций осенью 2012 года и отмечается 1 июня вместе с днем всех детей что согласитесь вполне логично но и еще сегодня всемирный день молока дата празднования впервые была предложена продовольственной и сельскохозяйственной организации он в 2001 году сегодня в десятках странах по всему миру в этот день проводятся фестивали молока с дегустациями концертами и конкурсами так что молочные реки появляются именно в день защиты детей что опять же логично ну и наконец сегодня день северного флота россии все началось в 1933 году с формирования северной военной флотилии через четыре года она была преобразована северный флот сегодня северный флот это один из самых мощных в россии его состав входят сразу несколько объединений надводные силы армейский корпус сухопутных войск береговые войска армия ввс и пво день военно транспортной авиации день создания правительственной связи россии также отмечается 1 июня и вот теперь мы добираемся с вами до родившихся в этот день в первый летний день 1693 год в этот мир приходит алексей бестужев рюмин граф дипломат генерал фельдмаршал при императрице елизавете петровне руководил внешней политикой страны занимая должность канцлера настоящий политический игрок 1804 год день рождения михаила глинки композитора родоначальника русской классической музыки глинка стал первым национальным русским композитором а его творчество оказало влияние на большое количество последователей кроме того глинка обладавший хорошим голосом основал санкт-петербурге первую в россии вокальную школу 1920 год день рождения давида самойлова поэта лауреата государственной премии ссср не просто поэта поэта фронтовика не по крови и не по гною я судила нашей эпохи все что было было со мною а иным доставались крохи я судил по людям по душам и по правде и по замаху мы хотели чтобы было лучше потому и не знали страху 1926 год день рождения нормы джин бейкер который нам более известна как мэрилин маноро кинозвезда и легенда голливуда с одной стороны всем известно что она фактически единственный главный секс символ 60-х годов блондинка прошлого столетия в 1945 мэрилин ее параметры согласно портному составляли 90 60 85 к 55 году она немного поправилась до 95 58 и 90 ее рост составлял один метр шестьдесят шесть с половиной сантиметров вес 54 килограмма при этом чаще с экрана на нас смотрит образ недалекой красотки блондинки позже ставший ярлыком но с другой стороны в ней есть то что заставляет зацепить зрителя присмотреться а может быть даже влюбиться и пожалуй самое главное это ее жизненная недосказанность 1942 год день рождения владимира грамматикова кино режиссера известного по работам усатый нянь шла собака по роялю звезда и смерть хакина мурьетты в 1955 году появляется на свет евгения симонова актриса а в 1959 году певица надежда кадышева солистка ансамбля золотое кольцо народная артистка страны ольга кормухина заслуженная артистка россии появилась на свет в 1960 году и в этот же день родился владимир крутов советский хоккеист двукратный олимпийский чемпион пятикратный чемпион мира ушедший от нас 2012 году ну а теперь переходим к событиям этого дня 1495 год первое письменное упоминание о шотландском виски казначейских отчетах шотландии винокуром был монах джон корр 1880 год в здании банка нью-хейвена штат коннектикут устанавливается первый платный телефон это предтеча современных телефонов автоматов которые сами по себе уже становятся музейным экспонатом 1965 год писателю михаилу александровичу шолохову присуждается нобелевская премия по литературе за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для россии время премия была присуждена единогласно кстати шолохов единственный советский писатель получивший нобелевскую премию по литературе согласие руководство ссср 1992 год россия становится 165 членом международного валютного фонда мвф предоставляет краткосрочные и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса государства предоставление кредита в обычно сопровождается набором спецусловий рекомендаций которые направлены на улучшение ситуации россии также не раз приходилось брать кредиты у этой организации ну и последнее 1962 год первый день волнений рабочих в городе новочеркасски ростовской области протестовавших против повышения цен были вызваны войска пролилась кровь 24 гражданина новочеркасска погибли ранены 39 семеро расстреляны по приговору верховного суда рсфср возбуждено и расследовано 57 уголовных дел по которым были осуждены 114 человек михаил шолохов которого мы сегодня уже упоминали живший неподалеку от означенных мест промолчал и был лишь один человек который оказался на высоте матвей шапошников фронтовик герой советского союза генерал-лейтенант он отказался выполнять преступный приказ и приказал своим частям не стрелять за что был исключен из рядов кпсс и уволен на пенсию один в поле все-таки иногда воин с вами был николай пименко в проекте дата